всем привет сегодня на нашем обзоре необычный автомобиль думаю вы уже это заметили маленький желтый спортивный насколько он спортивный мы узнаем сегодня из тест-драйва toyota mrs погнали когда подобного рода автомобили появились на улицах нашей страны их многие путали с автомобилями марки porsche но это не так это toyota пошел их объединяет похожий внешний вид заднее расположение двигателя ну и как и на том и на другом автомобиле вы точно не останетесь незамечены на дороге мы подошли к багажнику этого автомобиля хотя на самом деле это не багажник это капот как мы уже говорили ранее если честно здесь все наоборот багажник капот перепутаны местами даже руль с другой стороны стоит кстати если на видео включить функцию зеркальности то все встанет на свои места но сейчас не об этом как мы уже видим большого размера полотенцесушитель он кстати регулируется его так скажем угол наклона если вы собираетесь выехать на трассу и поставить рекорд скорости то здесь есть специальные метки хочу ехать 200 такой угол наклона хочу ехать 300 но метки этой нет она 300 потому что не едет давайте откроем его сразу чувствуется вес вот этой штуки довольно таки тяжелый 16-клапанный тойотовский мотор объемом 1.8 с цепным приводом грм мощность у него не много не мало 140 лошадей для этого автомобиля этого вполне хватит поподробнее что находится под этим миниатюрным капотом распорки что придают спортивную харизму автомобиля аккумулятор который закреплен на нанитью также здесь титановые саморезы для более прочного крепления клемм ведь когда ты на нем наваливаешь то они могут отпасть потому что не бояться этого наклейка motul это наше все она вам добавляет плюс 80 так скажем к мощности автомобиля и если вы забыли какое масло налито вы открываете о матюль точно идете покупаете матюль менять масло в этом двигателе совсем не нужно потому что его туда нужно доливать тем самым она у вас постоянно чисто происходит это несколько раз в день но если не ездить то не надо его доливать как я думаю вы уже догадались главной фишкой этой тачки является то что у нее нет крыши она есть но она складывается наверное это основная причина по которой берут эту машину чтобы покататься покайфовать летом ее можно сравнить с мотоциклом только на четырех колесах давайте посмотрим как это делается легким движением руки крыша поднимается наверх то есть там пошел дождь или вам стало холодно погода не позволяет пожалуйста вы едете на автомобиле с крышей точно также погода если радует нас с вами как и сегодня вы просто берете и складываете в общем как-то так внешний вид этой желтой малышки точно не оставит никого равнодушным как мы уже видим здесь обвесы стоят по бокам передний бампер совсем другой воздухозаборники нужны нам для охлаждения двигателя так как он находится в сзади задний бампер был тоже заменен спойлер стоит мы все это с вами видим то есть рассказывать особо нечего просто любуйтесь наслаждайтесь да она низкая да можно увидеть следы так скажем борьбы с дорожным покрытием особенно на переднем бампере который является главным расходником в этой машине здесь не надо менять запчасти какие-то еще что-то вы просто часто красите передний бампер спасибо нашим дорогам которые у нас так хорошо делают нашем городе в салоне автомобиля мы имеем кожаные кресла желтые с черными вставками или наоборот минус наверно ездить без крыши то что у него с постоянно пыльные в цвет машины подчеркивающий стиль руль фирмы momo италия написано очень удобные ручки выполнены они в стиле труб поручни так скажем консоль пластмассовая которая шевелится хоть у этого автомобиля и очень маленький багажник зато в салоне очень много бардачков на панели их аж целых три то есть вот мы видим один-второй это кстати довольно вместительный здесь если же вы привыкли ездить на газели и собирать дань за сиденьями находятся бардачки под сиденьем бардачки мест в этой машине всего лишь два но если видимо кто-то захотел поехать третьим вы его расчленить и распихаете по бардачкам большего объяснения такого количества я не вижу багажное отделение у нас открывается очень интересно рычаг находится в бардачке то есть простым движением руки мы тянем рычажок идем сюда вауля мы попали в багажный отсек ну что мы здесь видим ничего мы здесь не видим здесь все закрыто все в ком-то пластике я так понимаю сам отсек находится вот здесь есть какая-то лямка видимо вот так судя по вот этой вот этому вентилю здесь должна была быть запаска и крепится но если вы будете возить с собой запаску тогда у вас будет некуда складывать какие-то вот например даже бутылку из под умывайки поэтому она была убрана помимо багажного отсека здесь мы расположены у нас блок предохранителей бачок тормозной жидкости и омывайка все больше тут ничего интересного нет ну фары еще прикручены сегодня выдалась офигенная погода именно поэтому мы решили поснимать кабриолет вообще в этом году мы планируем поснимать очень много прикольных автомобилей в том числе большинство из них будет без крыши без кузова вы сами все увидите ремней безопасности на данной машине нет ввиду чего нам не известно в общем поэтому мы не пристегнуты несмотря на то что мы едем на автомобиль без крыши ветер не попадает мне в глаза и не чувствую никакого дискомфорта как уверяют производители автомобиля даже в небольшой дождь при скорости 60 километров в час вы останетесь более или менее сухим чем можно сравнить эти ощущения наверное большей части с ездой на каком-то мотоцикле можно руку вот сюда положить как в американских фильмах потом на монтаже подставишь пальмы как будто мы по берегу где-то едем рядом с морем он прикольно прикольно такая погода она располагает к себе при езде на этой тачке в салоне при езде все довольно таки удобно ручка вот это куда можно сложить руку руку можно также положить сюда если сильно задувает вам ветер можно поднять стекло у меня он не обламывает сейчас мы едем на четвертой передаче начинаем ускоряться наверное в виду своей небольшой массы автомобилей все-таки это 1.8 тачка делает это достойно но становится очень шумно в салоне наверное вот этот минус я хочу подчеркнуть сейчас мне приходится повышать голос чтобы слышать самого себя я думаю что если закрыть окна будет все равно чуть-чуть потише сейчас мы попробуем это сделать а где тут окна закрывать да закрыв окна в салоне стало тише такую погоду охота ехать на этот на этой машине куда-то далеко если вы едете по городу по городу на ней наваливать не надо надо ехать медленно кайфовать чтобы все прохожие я уверен все и прохожие водители они будут вот так вот поворачивать и сопровождать вас взглядом всю вашу поездку от этого получаешь бурю каких-то эмоций впечатлений то что да это я я еду на такой тачке пусть все думают что у меня turbo болит кнопки стеклоподъемников но исходя из любой логики вот эта кнопка должна управлять моим жмем сейчас вот то стекло поднимается я жгру этой машине все наоборот эта кнопка опускает мое стекло видимо надо вот так вот крест-накрест сидеть вот чувак едет на лыжах он говорит я не стой басни что лыжи не едут потому что у меня ролики на палке я возьму с собой молодец в этой машине реально все наоборот руль наоборот капот с багажником наоборот кромки стеклоподъемников ну такой подставы я конечно не ожидал ладно наша новая рубрика разгон до 100 километров в час не оставила без внимания эту машину посмотрим на что она способна поехали 3 ту ван гоу как будто едешь в картинге в каком-то скоро здесь ощущается намного больше чем но и быстрее чем другой машине на bentley мы ехали почти 200 там казалось что мы едем 100 километров в час здесь же мы разогнали сотню кажется что это 150 наверное но это в совокупности добавляет ветер то что нет крыши открытое вот это пространство очень много много шума если честно зеркала вообще почти ничего не видно прикол есть до сидишь низко едешь типа быстро по ровной дороге это прикольно делать все равно такой заводной характер есть у этого автомобиля который так и хочет на вали на вали ну давай давай сейчас навалим и ты такая ну ладно давай навалим повороты заходит прикольно даже на большой скорости наверно потому что она низкая ну и короткая базового автомобиля те кто катался на картингах поймут здесь это также все маленький руль на было шлем еще взять сегодняшних съемок типа мы в болиде в гоночном долго ехать с большой скоростью вам надоест то есть по трассе вы решили да иката прокатиться все время наваливать без крыши вот даже 90 мы сейчас едем утомит утомить шум особенно если вы едете не один а с пассажиром с пассажиркой там не знаю кого с собой взяли вы все равно будете общаться между собой и вот это перекрикивание ветра даже с закрытыми стеклами она надоест лично я без крыши ездил бы только по городу наверное для этого она и сделана это машина не на каждый день практичности в этом автомобиле 0 то есть именно использовать его для каких-то целей как единственную машину для каждодневных поездок это не нужно такая машина покупается как мотик кайфовать именно ездить без крыши раз она складывается то вы должны ездить без нее поднимается на только для того чтобы дождь вас застал пока вы едете домой вот вы ее подняли самый прикол здесь ездить именно без нее ездить по городу она для трассы да для каких-то коротких поездок дальние поездки они вас утомят да они ни к чему машина это создана для того чтобы привлекать внимание людей на трассе кого мы внимание вот чувака на роликах с палками привлечем ну да в городе то больше таких людей пусть они не на роликах каждый повернет башку и будет смотреть вам вслед кто медленно едет на мрске тот перележает переезжает лежачий полицейский чем мы собственно только что и занимались делать это нужно очень аккуратно особенно на тех лежачих которые более высокие так скажем чем средний класс потому что бампер 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 еще раз бампер передний вы будете знать о нем каждый день вы будете красить его несколько раз в месяц как бы вы не думали что вы хорошо ездите вы будете это делать так как сейчас будни будня пятница так скажем на улицах людей не так уж и много но это нам не мешает замечать как они зацикливают внимание собственно на том что здесь происходит это чуваки сидят в тачке снимают какое-то видео хотелось бы конечно побольше прохожих чтобы собрать как можно больше лайков но увы все на работе мы не работаем мы гоняем на кабрики настало время подвести итоги после сегодняшнего тест-драйва что мы имеем мы имеем офигенный внешний вид большой магнит внимания на дороге из практичности из практичности мы не имеем ничего единственный плюс с точки зрения покупки каких-либо расходников запчастей это тойота это праворукая тойота здесь все дешево вы можете прийти с косарем в магазин в любой ну них продуктовый конечно и купить ведро запчастей на нее колодки фильтра это все стоит копейки если рассматривать его одноклассника porsche боксер то мало того что вы на косарь там ничего не купите вы не купите вообще ничего потому что никто не знает где на него продается что-то из минусов при езде по трассе без крыши когда она у вас открыта трудно перекрикивать друг друга утомляет шум даже если окна на дверях закрыты все равно он утомляет после 90 километров в час в особенности то есть если указа поехали в другой город крышу надо застегнуть да с нашими дорогами это низкая посадка это есть в этом минус постоянная покраска переднего бампера масло масложор плюс то что его не надо менять минус то что его надо ливать очень часто а так в целом что хочет получить человек купив этот автомобиль несомненно кучу эмоций при управлении этой тачкой поймать как можно больше взглядов прохожих я не знаю там птиц самолетов все это у вас будет купив ее вы точно не останетесь без внимания денег она своих стоит стоит она не так уж и много но не надо забывать что эта машина должна быть не для поездок на каждый день а именно для того чтобы отдохнуть кайфануть и просто насладиться жизнью вот такую хорошую погоду это был ехай на это было тойота мрс это был артем ставьте пальцы подписывайтесь на наш канал всем пока а